Приветствую вас. В первую очередь необходимо определиться с тем, для чего вы вообще хотите работать, зачем именно вам работать, какая у вас есть мотивация работать. Да? Это первая и, в общем, достаточно важная составляющая, потому что без этого, без этой составляющей вам будет, ну, очень тяжело. То есть, если у вас нет желания, нет какой-то мотивации что-то делать, да? Вот. То, как бы, и заниматься вы, скорее всего, ничем не захотите. Вот. Ну, просто вот, элементарно. Это первое. Первое, что хочу вам сказать. А, значит, дальше. Значит, существует так называемая пирамида. На которую я предлагаю вам обратить ваше внимание. Её можно назвать пирамидой ценностей, как, в принципе, вам будет удобно, как вам будет угодно. Тут не особо важно. Первое, первое, первым пунктом в пирамиде нашей с вами будет глобальные ценности. Глобальные такие, глобальные духовные ценности, можно сказать, глобальные культурные ценности, как угодно это можно ответить, как угодно это называется. Суть от этого не изменится. Ну, вот. Кстати, глобальные ценности, что для вас в глобальном смысле важно. Вот. Так это может быть, допустим, к примеру, это может быть гуманизм, это может быть любовь, это может быть, ага, там, какие-то ещё вещи. Вот. Ну я думаю, что вы здесь, я думаю, что вы сами для себя данный аспект можете определить. определить. Вот. Если сомневаетесь, то вы можете поисследовать этот момент. Дальше идет сфера, в которой вы можете эту ценность реализовать. Ну, просто. Сфера. Различные сферы деятельности, в которых эти ценности могут быть реализованы. Это, там, сфера услуг, это, там, какие-то еще другие сферы, бизнес, может быть, что-то такое. Дальше вы определяете последним звеном, вы определяете то, что является конкретным применением вашей, как бы, вот, профессии. То есть, какие конкретно профессии позволяют реализовывать ценности, которые для вас, к примеру, важны, да? Вот. А максимально. Просто максимально. И вот, когда вы для себя, когда и если вы для себя этот момент определите, когда для вас, собственно, пирамида, вот эта вот пирамида этих ценностей будет достроена, тогда вам будет уже куда более понятно, что вы хотите, что вам важно и чем вы хотели бы заниматься, то есть, в какую сторону вы бы хотели двигаться, вот, в своей, так сказать, жизни. Без вот такого ориентира это будет достаточно сложно сделать, вот. Ну, потому что, да. Я думаю, что, не надо объяснять, почему это будет сложно. Потому что, вы сейчас говорите, что у вас есть вариант, но он вам не подышал. Соответственно, дальше будет, в этом смысле, еще более ясно, как проявляться, нежелание что-то делать, вот, нежелание всем позаниматься, ну и так далее. С точки зрения, с точки зрения, значит, профессиональной психотерапии, значит, определиться с профессией, вам можно будет помочь, ну, вот, в ходе, в ходе терапии, то есть, вот, мы с вами, с вами, например, например, мы с вами пообщаемся, допустим, мы с вами пообщаемся, то, вот, в процессе общения, вам будет, ну, как бы, становиться, что более и более понятны ваши чувства, понятны ваши желания, ваши мотивы, вот. И, соответственно, вы сможете определить, чего вы делать не хотите. Кстати, это еще один очень такой, ну, простой достаточно способ, понять, в какую сторону двигаться. То есть, я имею в виду, что, если вы не знаете, допустим, чего вы хотите, да, если вы не сомневаетесь, ну, в том, в том, чего вы хотите, то можно просто идти от обратного, да, и рассмотреть вариант, чего вы не хотите точно. То есть, вот, чего, чего вы, прямо, вот, точно не хотите, чего вы точно, точно не желаете. Вот. То есть, вам это, по крайней мере, даст, вот, такое сужение, зону поисков, и, и, из меньше вам количество, придется выбирать. Я бы не делал какую-то, ну, ставку. Я бы не делал какую-то ставку на предназначение ваше. Потому что, предназначение, это довольно-таки, такая глобальная штука. И, предназначение, если оно и появляется, то оно появляется значительно позже, никак не в девятнадцать лет. Потому что, ну, в девятнадцать лет человек, человек, не всегда, не всегда может понять, еще, в каком направлении он хочет двигаться, и так далее. Если вы сейчас выберете какое-то направление, например, в результате построения пирамиды ценностей, то еще не факт, что... Вы потом не измените своего курса, да. И не станете двигаться куда-то, ну, в другое место. В какое-то другое место. И так далее. То есть, вот не забывайте, пожалуйста, об этом. Это очень важные моменты, на мой взгляд. Так что, глобальных, глобальных каких-то целей, да, глобальных вещей себе ставить не нужно. Это... Ни к чему хорошему не приведет, на самом деле. Вот. Только лишь будет вас сбивать все с пути, потому что, ну... когда решаются глобальные вопросы какие-то, да, то мало остается времени на решение того, что находится в непосредственной близости. Поэтому, поэтому хотел бы я предостричь вас от такого рода ошибки, чтобы вы не допустили такого рода ошибку. Вот. И чтобы прошли к выбору профессии, если у вас есть такая возможность, да, чтобы прошли к выбору профессии, ну, как минимум неторопливо, как минимум изящно. А если имеет место быть конфликт у вас, ну, просто конфликт. Какой-то. Вследствие чего вы и обратились к нам на ресурс, нам на сайт за помощью. Если есть какой-то конфликт, то мне, думаю, в первую очередь нужно решать его, помочь вам, точнее, разрешить конфликт. Потому что работа, какая бы она ни была, не может быть следствием разрешения конфликта. Работа вообще не может быть средством, может быть только средством заработка денег, если вы отдаете себе в этом отсюда, что вы хотите, ну, хотите использовать работу для заработка денег. Вот. В этом нет ничего плохого. Предупредяю вас сразу, что абсолютно ничего плохого в этом нет. Это абсолютно ничего плохого. Это вполне себе нормально хотеть, значит, ну, заработать что-то. Ну, опять же, идеально было бы, если бы вы признали, ну, просто, если бы вы признали это, что вы хотите именно зарабатывать. Может быть, сейчас для вас важнее именно заработок. Вот. А не высшая цель. И это, это тоже норма. Это тоже норма, это тоже нормально. В этом, так же, ничего страшного нет. А, вот. Так что. Главное, главное. Сами, вот, не ставьте себе каких-то рамок. Главное, не ставьте себе каких-то рамок. Вот. Вот, наверное, так. Можно было бы ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация благополучно разрешится самым лучшим образом для вас. И вы найдете то, что ищете сейчас. То, что, ну, то, что вам важно сейчас. Опять же. Да? Вот. Всего вам доброго. Спасибо.